Итак, уважаемые, очередное видео для вас. Считаю нужным сказать, что пчеловодство зависит в основном от хорошего качества маток. Все, кто пренебрегают этим направлением, имеют слабые, малопродуктивные семьи. Задача пчеловодов любых начинающих основных всегда иметь качественных маток. И поэтому матки имеют приоритетное направление в моих видео. Потом имеются остальные направления, они также не менее важны, но матки в первую очередь должны быть качественные, не больные, не зараженные, хорошо осемененные, которые способны класть хорошие яйца. Матка, которая качественно может с одной рамки пчел развернуть сильнейшую семью. Она просто сеет очень хорошо. И очень качественная матка это задача всех пчеловодов. И матководов, которые выводят, и всех остальных. Что интересно, хочу отметить очень интересную информацию, которая подмечена многими пчеловодами. Что матки, даже которые выводятся одновременно, и одинокого вроде бы качества, искусственно на прививочную рамочку, ложатся однодневные яички. То есть все положено вроде бы все правильно. Все правильно. И они выведены в нуклеусах, и все нормально. Но пчелы почему-то могут разобраться, которая из них лучше, а которая из них хуже. Поэтому я хочу отметить небольшой сюжетик такой. Журнал 1953 года «Пчеловодство», номер 3 журнал, на странице номер 39, вы можете посмотреть в электронной почте, вернее в электронном формате. PDF, можно прочитать это конкретно, та же самая информация. Значит, что здесь написано? Когда подсаживали матки, в начале страницы написано, то матки были одного возраста. И все плодные. И когда их подсаживают, произвели такой эксперимент. На глаз пчеловода, как будто одинаковые, по-разному принимаются пчелами. Например, если в безматочную семью поставить в клеточках без корма несколько одинаковых по возрасту и прочим внешним признакам маток, то пчелы облюбовывают только некоторых из них. И лишь их клеточки обсиживают особенно охотно. Нам приходилось также наблюдать, что нормальная семья, в которую временно поместили вторую матку клеточки, уничтожила свою матку. Итак, друзья, обратите внимание на этот случай. Естественно, я тоже занимался, и в этом году показывал различные выведения даже молодых неплодных маток, которые я наклевал колпачками. И в итоге я смотрел, возле одного колпачка море пчел окружили, обступили. А возле другого колпачка немножечко. То есть пчелы умеют различать качество маток. Поэтому эту ситуацию, это действие пчел надо взять на вооружение всем пчеловодам. Это очень важная информация. Ту матку, которую любят пчелы, они обязательно ее очень усиленно кормят, ухаживают за ней, по-украински говорят кахают. То есть обильное отношение. Такая матка очень хорошо развивается и особо хорошо стережется всеми пчелами. То есть сохраняется. Поэтому, друзья, обратите внимание, пчеловоды, как правило, продают всех маток, которые вывелись. Вот это бизнес все-таки. Но те пчеловоды, которые возьмут во внимание, как выводить маток, и я особенно ставлю упор на то, что каждый пчеловод, любитель, бизнесмен, должен уметь различать качественных маток. Что особенно дает, ну, как говорится, стопроцентный успех то ли любительского дела, то ли бизнесского дела. То есть, что бы вы ни делали, это все равно вам нужно всем пчеловодам, и начинающим, и не начинающим. Поэтому я стараюсь подать эту информацию, ту, которая дает качественный, так сказать, обзор всего вывода маток. И учитывая и тех, которые выводятся на прививочные рамки, учитывая тех, которые роевые, учитывая свищевые, то есть, в любом случае, пчеловод имеет возможность разобраться, которая из маток лучше. Итак, друзья, значит, вот этот метод позволяет разобраться, какая из маток лучше. Теперь мы посмотрим, чем делятся нам пчеловоды. Прочитаем из журнала, из наблюдений пчеловодов. Весьма и весьма интересная информация, друзья. Обратите внимание, все те, которые не принимают во внимание опыт других пчеловодов, они просто наступают на те же самые грабли, начинают по новой изобретать велосипед. Советую всегда брать во внимание то, что уже прошло. Вам будет легче развиваться и не повторять тех самых ошибок, и не тратить напрасно время, вот, на протяжении всей своей жизни экспериментируя те же самые опыты, которые проходили 50, 60 или 70 лет. Поэтому советую всем внимательно выслушивать каждое видео и внимательно исследовать на интернете, прочитывая старые книги. Если вы положите это в основу вашего воспитания по пчеловодному направлению, то вы будете иметь успех 100%. Что я и делаю постоянно, исследую, прочитываю различные книги, и чтобы повысить свой уровень развития по пчеловодству. Итак, сегодня я прочитаю вам из наблюдений пчеловода интересные высказывания пчеловодов. Это журнал 1956 год, номер один. Я прочитаю высказывания пчеловодов или как обмен опытом, что, чем делятся пчеловоды. Это весьма интересно, потому что не каждый пчеловод может производить эти опыты. Обычно все заняты, заинтересованы, быстрее, побыстрее справятся, много количества пчел или заняты другой работой. То есть это как бы и научная работа, и наблюдательская работа, и не у всех есть способность быть очень наблюдательными. Итак, читаем. В редакцию журнала поступил ряд писем, в которых читатели сообщают о своих наблюдениях за поведением и работой пчел. Ниже помещается обзор этих сообщений. О своих наблюдениях за спариванием маток сообщает Милов из города Пензы. На основании своих многолетних наблюдений товарищ Милов пришел к следующим выводам. Большинство маток вылетает на спаривание на седьмой день после рождения, очень редко на шестой день. Матка, выйдя из летка, не сразу поднимается в воздух, а возвращается в улей спустя немного времени, выходит, вторично делает небольшой облет, и опять заходит в улей, а потом уже выходит на продолжительный облет. Выход матки из улей сопровождает большое количество пчел. Брачный вылет матки длится от 35 минут до 3 часов. Итак, друзья, обратите внимание, весьма интересная информация, весьма, очень интересная. Поэтому все, кто занимаются, они должны знать эту информацию, кто выводит пчел, вернее, маток, и разводит пчел. Очередной человек, который подписан на этот журнал, прислал очередное письмо. Зовут его, фамилия его Клопков. Ну, это было уже в 56-м году, по-видимому, человек отошел в вечность, но он делился в свое время такой информацией. Из Сумской области приводит любопытный случай товарищ Клопков. Что же он говорит? Вылета испаривания старой плодной матки. Вот что весьма интересно, друзья. Вот такая вот информация. Я, конечно, слышал, что матки старые не вылетают. А вот здесь человек подметил. Давайте посмотрим. Возможно, это была правильная информация. В 1935 году во время осмотра гнезда трехлетняя матка поднялась в сотов воздух. Через некоторое время она появилась на прилетной доске со знаками спаривания. То есть за ней тянулась ниточка такая. Впоследствии Пчелут видел ее нормально откладывающие яйца. Не знаю, насколько верно, но вот такая информация поступила. И в 1937 и 40-х годах он снова видел вылет старых маток и возвращение их со знаками спаривания. Вот такая была информация. Насколько верно, насколько нет. Но весьма интересно. Иванов из колхоза имени города Ленинграда с Нурского района Марийской АССР сообщает о своей попытке получить многоматочную семью. В середине июня он пустил сверх рамок в разные места гнезда шесть плодных маток. Через сутки три матки были убиты и выброшены из уля. Через три дня была убита еще одна матка, две остались живыми. Но одна была совсем без крыльев, а у другой осталось только одно крыло. Через семь дней обе матки хорошо откладывали яйца. И к 20 июля семья имела 12 рамок расплода. Обе матки жили в этой семье до весны следующего года, пока одну из них не отобрали. То есть вот такой интересный эксперимент. Опыт тоже весьма интересный, как говорится. Он приемлем. услышать его, приятно послушать. Следующий человек Полторацкий от детской области рассказывает о том, как однажды при осмотре двухкорпусного уля он уронил рамку, на которой находилась матка. И решив, что матка попала в уль, не стал отыскивать ее. Только через 25 дней Полторацкий смог осмотреть эту семью. Во время осмотра он установил, что семья не имеет ни маточников, вернее их остатков, так как за такой промежуток священные матки уже вышли. Если бы они были заложены, никакого бы то не было расплода. Снимая второй корпус, он увидел, что из щели, образовавшейся в месте соединения корпусов, выпала матка. Оказалось, что во время предыдущего осмотра семья, семьи матков, попала не в уль, а за пределы улья. Пытаясь вернуться в уль, она и заползла в щель между корпусами. Но войдя в гнездо, не смогла, войти в гнездо не смогла, так как щель со стороны гнезда была более узкой. Через эту узкую щель пчелы кормили матку и не заложили с вещевых маточников, так как все время поддерживали с нею контакт. Пчелы посещали матку и с наружной стороны улья, что видно из того, что у этой щели наблюдался лед пчел. Хочу подтвердить эту ситуацию еще интересным опытом, который произошел у меня в этом году. Я разделил двухкорпусную семью, она имела во втором корпусе круглый ледок и нижний ледок был сплошной, снизу. Разделил пленкой. На первом этаже остались расплод и летная пчела, а на втором этаже посадил матку. Ну, что интересно, вы знаете, пчелы, как обычно, когда пропадает матка, начинают ее искать. И они сконтактировали и со вторым этажом и нашли там матку. Я рассчитываю, что матка на втором этаже у меня сеет, открываю, смотрю, и там пусто. Нету ни пчел, ни матки. Когда открыл первый этаж, матка там находилась. Они ее так-то способствовали ей, чтобы она помогли ей переползти через улицу, через верхний литок в нижний литок, через два корпуса, сопроводили ее в нижний этаж. Вот такой случай у меня произошел этим летом. Просмотрим, что еще пишет Слабченко из другого города, города Краснодар. Делится своими наблюдениями по поводу того, в какой зависимости от рабочих пчел находится матка. В августе безвзяточное время, когда почти все матки на пасеке прекратили кладку яиц, Слабченко в одной из семей наблюдал, как в верхнем углу сота пчелы окружили матку, направив головки к ней. При попытке матки выйти из окружения, навстречу ей выходили две пчелы, трогали ее головку усиками и вновь возвращали на свое место. И матка опускала брюшко в ячейку. При последующих попытках матки выйти из окружения пчел та же картина повторялась до тех пор, пока она не отложила яйцо в ячейку. Как только матка отложила яйцо, пчелы начали ее кормить. Через три дня после этого Слабченко осмотрел эту семью и оказалось, что на трех рамках у нее был сплошной засел. Слабченко пишет, что то же самое он наблюдал и в других семьях пчел. То есть интересное весьма наблюдение, друзья, что пчелы все-таки побуждают матку, как я уже рассказывал, передвигаться в том направлении, которым они считают нужным. Смотрим следующее. Гонзарь, село Майка, горно-алтайской области, рассказывает, что Рой, поселившись в междуэтажном перекрытии двухэтажного дома, энергично работал до конца сезона и перезимовал там. А 23 апреля покинул свое гнездо и привился на ветке дерева. То есть перезимовал и весной, когда потеплело, привился. Его собрали в районе и посадили в улей 500-600 метров от прежнего жилья. Возвращение пчел к месту прежнего жилья не намечалось. Как правило, пчелы, которые вылетают, у них работает то ли инстинкт, то ли что, что они, когда вышли с роя, даже если вы их посадите рядышком в другой улик, они не слетят. Почему? Потому что у них так работает инстинкт. Но, если в этом рои не окажется матки, они обязательно вспоминают свое старое гнездо и слетают назад в тот же улей. Это из практики и из наблюдений и из написанной в книгах информации. Читаем дальше. Королев, город Казань, сообщает, что в 54-м году улья его приусадебной пасеке, который находился на солнцепеке, ничем не притяненный, пчелы и матки выводились с укороченными крыльями и совсем без крыльев. Причина этого явления он видит в повышенной температуре в гнездах, которая доходила до 38,5 градусов по Цельсию. Вот такая маленькая информация больше нету. Судьбинин, Ульяновская область, село Красное Городище, по-видимому. Сообщает, что во время налета щурок на приусадебную пасеку одного из знакомых последний подвесил возле улья убитую щурку. Через некоторое время она оказалась покрыта толстым слоем раздраженных пчел. Одновременно с этим пчелы набросились на скворечню, где находились маленькие скворчата. Раздраженные пчелы жалили и людей и успокоились только тогда, когда унесли убитую щурку и были зажалены насмерть скворчата. То есть, вот такой эксперимент тоже производился, друзья. И, то есть, пчелы знают, кто их враги и вредители, и, так сказать, в защите они могут даже пожалить всех окружающих. Шишкин, город Баку, описывает наблюдение за поведением пчел. Он пишет, что в июле перед дождем пчелы внезапно прекращают работу и усиленно облетываются. Прежде время на наступление холодов и зимы, по его мнению, можно определить по более раннему прополюсованию гнезда и переносу пчелами меда в средние соты гнезда. В том случае, если источник взятка находится близко от пасеки, пчелы летят низко над землей, если же источник взятка далеко, пчелы, вылетев из уля, сразу набирают большую высоту, а затем уже летят к источнику взятка. Вот такая информация. Поэтому все, кто имеет небольшой опыт хотя бы или большой опыт, немножко сориентируются в этом направлении, что это практически правильная информация. Основываясь на своих наблюдениях, пишет Богачев Станица Быкова Московско-Рязанская, Железная Дорога, Чистанция Быкова. Основываясь на своих наблюдениях, утверждает, что пчелы собирают пать только в том случае, если в природе нет цветущих медоносов. И приводят пример, когда в парке, где стояла пасека, было очень много пади, но пчелы не брали ее и предпочитали летать за 1-1,5 километра на взяток с белого клевера и доника. Я хочу добавить по этому поводу информацию, моего мнения, так сказать, которую я прочитал и которую я имел, как говорится, с различных источников, что пчелы в первую очередь несут мед с повышенной сахаристостью. То есть если сахара там меньше 20%, они даже не ощущают, если вы дадите воду и растворите там 20% сахара будет всего растворено, а 80% воды, они просто не ощущают. А выше уже начинают ощущать эту сахаристость. И поэтому они в первую очередь пробуют. Если сахаристость естественно доника и клевера было белого выше, то пчелы не будут собирать падь, которая меньше сахаристость. Они берут то, что лучше и быстрее взять и качественнее. То есть если вы пошли ловить рыбу и у вас ловится рыба допустим осетер, то вы естественно не будете ловить там какую-то чепухневую простую рыбу или карпа или еще конечно вы осетра возьмете в первую очередь. То же самое происходит и с пчелами. Читаем дальше. Не помнящи село Боброк восточно-казахстанская область описывает случай, когда у пчеловодолюбителя в начале ноября одна из семей пчел уже убранных в подполье не имела никаких признаков жизни. Семью внесли в дом. Основная масса пчел находилась на дне улья. Часть на сотах и в ячейках. У матки находившейся на соте окружавших ее пчел были обнаружены признаки жизни. Меда в гнезде не было совершенно взято пчел собрали в ведро в комнате было тепло и они начали оживать. А матка стала ползать. Подготовили улей с медовыми сотами, высыпали пчел из ведра, спрыснув их теплым медовым сиропом. Улей закрыли и оставили в комнате на 5 часов. Затем унесли обратно в подполье. Семья перезимовала, но весной была слабая. Матка откладывала яйца. То есть при желании можно сохранить семью, которая пострадала от голода. Не от холода, а от голода. За техник Росюк деревня Галева Пинского района Брестской области сообщает об аналогичном случае, когда в феврале на пасеке государственного плода питомника в Пинском районе была обнаружена семья, не подававшая признаков жизни. Семью несли в дом, челы были мертвы, пишет Росюк, в кавычках мертвы. В гнезде не было ни грамма меда. Многие пчелы находились в ячейках в неподвижном состоянии. Здесь положение в феврале, друзья, обратите внимание. То есть обычно пчелы поедают по различным причинам. Раньше медок, то ли был засев поздний до конца и они съели медок. И пчеловод рассчитывает, что меда хватит, но они и до конца весны не хватают, зимы не хватает. Всех пчел вместе с маткой не подававши признаки, жизни собрали в решето и поставили на печку. Естественно, не поджаривать, а на теплую температуру. Пчелы начали ползать, им дали кусочки сотового меда, а жила и матка. Несколько десятков пчел остались безжизненными. Пчел собрали в улей, подкормили и на следующий день несли в зимовник. То есть сохранилась семья. Если у вас что-то случается или много семей, то вы не отчаивайтесь, а постарайтесь, возможно, вы сможете спасти ваши семьи. Что интересно, надо изредка заглядывать во время зимы, приподняв крышку. Есть ли там медок, как живут пчелы, живые ли, не померли. То есть это даст вам возможность, некоторые пчеловоды боятся даже крышку приподнять и заглянуть, чтобы не застудить. Естественно, пчелы зимой не выращивают расплода. Температура в гнезде они поддерживают искусственно до 14 градусов по Цельсию. И поэтому не страшно, если вы крышку приподняли, они все равно эту температуру поддерживают. Главное, не нарушать гнездо. Читаем дальше. Мизерков, город Колпино, Ленинградская область, рассказывает, как однажды по окончанию работы с пчелами он оставил на крыше одного из ульев скатанный в шарик прополис. И через несколько дней обнаружил, что на этом месте осталась кучка мусора. Решив, что шарик прополиса раскрывали птицы, он пытался установить, какие же именно и стал наблюдать из окна пасечного домика. Не дождавшись птиц, он подошел к прополису ближе и увидел, что пчелы разрезают прополис, наполняют им козиночки, несут улей. Мизерков пишет, что пчелы брали прополис только в жаркие дни при температуре 25-28 градусов по Цельсию. Итак, друзья, этот случай и это событие также и я наблюдал. Я постоянно собираю прополис, складываю возле улика на дощечки и смотрю, пчелы его просто раскрашивают, крошки сыпятся с него наподобие мелкой пыльцы и они собирают его в корзиночки и несут улей. Ну, хорошо, им легко, им не надо летать куда-то, где-то, выискивать его, а он под боком и они быстренько находят его, это как прикормка сиропом и они очень быстро его несут. Итак, друзья, что еще могу я вам сказать на сегодняшний день? Вот, обращайте внимание на все, что прочитано и сказано и вы будете иметь успех, если вы будете это практиковать в своей жизни. Если вы только услышали теорию, теория вам не даст никакого толку. Я в свое время, когда начинал, я прочитал стопку журналов пчеловодных. Ну, думаю, вот я хорошо подковался, теперь у меня будет хорошее развитие пчеловодное. Я не из семи пчеловодов был, и я был молодой еще, и когда мне исполнилось 21 год, я женился, я закупил пасеку у пчеловода 6 семей, 6-7 семей, не помню, где-то в этом пределе. И думаю, вот я очень грамотный, сейчас я разберусь. Естественно, пчелы у меня от незнания практики погибли за первый же год. Итак, друзья, советую вам постоянно практиковать хотя бы на одном или на двух улях всю полученную информацию, потому что информации очень много на ютубе и везде, в книгах. Бывает информация просто, знаете, интересная, но неправильная информация. И людям вроде кажется все правильно, но когда берешь себя практиковать, а оно не получается так. Поэтому то, что вы практикой своей проверили, будет вам всегда правильно, и не то, что говорят на каналах и пчеловодных, и не пчеловодных. Пожалуйста, проверяйте на практике, пробуйте, потому что пчелы это такое универсальное явление, в теплой погоде оно работает, чуть холоднее оно не работает, поэтому все надо проверять и фиксировать, какая температура, какая погода, и будете успех иметь в своем пчеловодстве. Удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok